А в Новгородской областной библиотеке накануне вспоминали известного фотохудожника Вячеслава Ищенко. Он ушел из жизни в марте этого года. Почтить память творца пришли его коллеги, друзья и близкие. Друзья вспоминают, в начале своего жизненного пути Вячеслав Иванович Ищенко даже не планировал становиться профессиональным фотографом. Работу токарем на заводе он умело совмещал с посещением фотокружков и студий. Но в 1975 году переехал в Великий Новгород. И именно здесь началась его карьера фотокорреспондента. Сначала в «Новгородском комсомольце» и «Новгородской правде», а потом уже и в «Новгородских ведомостях». По признанию его коллег, работы Вячеслава Ивановича всегда отличались не только высокой техникой, но и чувственной красотой. Стиль произведения Вячеслава Ищенко создавал уникальный облик печатных изданий. Вот дает ему задание какое-то там, ну, сфотографировать проходной кадр в каком-то совхуде. Он снимет грязь, снимет листочки, снимет птичку, вот, и получается почерк. Так что это действительно мастер. В 2016 году ему была вручена высшая российская профессиональная награда «Золотой глаз России». Ее вручение не является массовым явлением и присуждается тем, кто долгие годы шел к успеху в фотоискусстве. Примечательно, что даже в век цифровых технологий Вячеслав Иванович являлся приверженцем аналоговой фотографии. Где выдаешься, как он пальчиками под увеличителем впечатывал, размазывал. Короче, творил совершенно новое изображение, используя тогда сразу несколько исходников. Это его черта. Это черта очень творчества, или, как сейчас вы сказали, креативного человека. На вечер памяти Вячеслава Ищенко в областной универсальной научной библиотеке собрались его близкие, коллеги, журналисты и фотографы, а также герои его творений. Из всех работ Вячеслава Ивановича особенно известны фотографии из циклов, посвященных музею Витославлицы и поисковому движению Новгородской области. И вот эта его такая скромность и желание быть вместе со всеми, она, я думаю, много способствовала тому, что он делал такие замечательные снимки. Потому что он сливался со своими героями, с вами, с ним и своим человеком не было между ними дистанции. И поэтому человек терял вот этот контроль над собой, что перед ним фотоаппарат. Он стал естественным человеком таким, хотел он увидеть. И вот с вами получались такие замечательные снимки. Даже выйдя на пенсию, Вячеслав Ищенко хоть и фотографировал уже не так часто, но все равно не расставался с фотоаппаратом. Его работы до сих пор служат примером для молодых фотохудожников и экспонируются на различных выставках. Максим Широковский, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.